Приветствую любителей предметно-материальной истории и подлинного антиквариата. В продолжении темы подделок и фальшов в Фаберже предлагаю вашему вниманию пресс-конференцию директора музея Фаберже в Баден-Баден Александра Иванова. Также в описании ролика оставлю ссылку на открытое письмо директору Эрмитажа Петровскому с обвинениями в экспонировании подделок. По моему мнению, на этой пресс-конференции вместо рассказов о прелестях выставки журналистам и присутствующим немецкий ценитель Фаберже опустился до анализа слухов, сплетен и обвинений в мошенничестве автора письма. Также меня смутили некоторые аргументы, выставленные Ивановым в свою защиту. Полное игнорирование обвинений и отсутствие ответа со стороны директора Эрмитажа господина Петровского вызвало еще больше сомнений. И напомнило мне недавнюю историю про игнорирование торговцами указаний на признаки подделки с последующей блокировкой моих аккаунтов на мешке и антик-форум. В стиле «сам дурак» эксперты только у нас, поэтому и отвечать не будем. Сейчас ищу специалиста по профайлингу и психологии вранья для разбора этой пресс-конференции. Если среди зрителей есть желающие поучаствовать в этом эфире, жду сообщения с согласием. Приятного просмотра. И сегодня мы проведем первое мероприятие, связанное с выставкой Фаберже «Ювелир Императорского двора». Я с удовольствием представляю вам Александра Николаевича Иванова, коллекционера, генерального директора музея Фаберже в городе Баден-Баден, эксперта по изделиям фирмы Карла Фаберже и русских ювелирных фирм. Но не могу вам сразу не показать вот этот вот огромный том, написанный Александром Николаевичем Ивановым. «Пробирное дело в России. Руководство для экспертов искусствоведов». И вот это издание рекомендовано Министерством культуры Российской Федерации в качестве руководства и пособия для экспертов искусствоведов. Значит, работать мы будем так. Формат несколько новый, поэтому сначала мы предоставим слово Александру Николаевичу, который выступит с докладом. Параллельно вы можете задавать свои вопросы или в чате Зума, или в форме вопрос-ответ. Ну и потом я их буду транслировать Александру Николаевичу. Александр Николаевич, вам слово. Добрый день. Ну, формат вот этой встречи, конечно, должен был состояться раньше. Но, видите, трагические события, когда умерла Марина Николаевна. Вот. В принципе, это ее выставка была. И, наверное, за три года до открытия выставки началась уже подготовка к ней. Неоднократно она и реставраторы элитажа приезжали к нам. Значит, и путем долгого-долгого изучения экспонатов делали отбор предметов на эту выставку. К сожалению, не все предметы прибыли на выставку, потому что Министерство культуры Германии не разрешило вывоз такой масштабной выставки. Вот. И, ну, хоть нам удалось как бы основные экспонаты привести. Вот. Еще раз повторяю, что вообще-то с докладом должна была выступить Мария Николаевна, но это сделаю я. Вот. Большая ее заслуга в том, что она нашла все документы. Если вы помните, в прошлом году, год назад, у нас уже была выставка в Новом Иерусалиме, в Истри, где демонстрировалось яйцо 1904 года. Вот. Но, к сожалению, тогда еще были не все материалы собраны. Вот. Благодаря стараниям Марии Николаевны сейчас у нас есть полный комплект документов. Вот. Ну, а начнем, как бы, начну я свое выступление с того, что мы тут отобрали у нас в архиве, у нас большой архив в музее Фаберже. Мы отобрали несколько документов для того, чтобы подарить Эрмитажу. Вот. Это документы 20-30-х годов, ранее неизвестные, по конфискации из Эрмитажа скифского золота, средневекового оружия, бриллиантовых вещей и так далее. Вот. Значит, это очень интересно. В основном у нас в России все эти документы были засекречены. Вот. Сейчас гриф секретности с них снят. Вот. И поэтому, я думаю, Эрмитаж воспользуется этими документами для того, чтобы была ясна полная картина вот этих лихих годов. Вот. Но одновременно с этими документами, значит, мы отобрали еще ряд документов, касающихся оружейной палаты Московского Кремля. Значит, документов, конечно, несколько новых, более скандальных. Ну, почему, как бы мы отобрали и вот дарим Эрмитажу вместе, как бы, с их документами? Ну, ответ простой, потому что в ситуации, вы знаете, что некто Ружников написал такое открытое письмо, ну, тяжело назвать его открытым, скорее, Пасквиль, вот, с атакой на государственный Эрмитаж. Вот. Значит, ну, а Ружников это все делал, конечно, не один, ну, и за спиной у него, как бы, стоит один такой персонаж, известный у нас в России. Это Татьяна Николаевна Мунтян, которая снабжала его всяческими там данными и так далее, с ее точки зрения, которые помогут устранить ей конкурентов на ниве экспертной деятельности. Вот. Значит, ну, об этом вы еще не раз в моем докладе услышите это имя. Вот. Ну, вот, что касается оружейной палаты, значит, вот следующие документы мы предоставляем. Ну, немножко ремарку о том, как вообще в 20-30-е годы, например, жил Эрмитаж. Зарплату, естественно, не платили. Значит, очень многие работали бесплатно, сотрудники. Некоторые умирали на рабочем месте, в том числе и от голода и так далее. Теперь возьмем оружейную палату. Значит, наряду с тем, что, безусловно, значительное количество сотрудников оружейной палаты и вообще музеев старались сохранить вещи. Вот. Но надо было, как бы, тоже и есть, и пить и так далее. И деньги изыскивались по-разному. Если в Эрмитаже и в других музеях платили то, что давали, то, например, в вооруженной палате, для того, чтобы платить зарплату, продавали вещи, которые сами отбирали через магазины антиквариат и так далее. Вот эти документы, как бы, наверное, они несколько будут сенсационные. Захочет Эрмитаж их публиковать или нет, я не знаю. Но некоторые выдержки я сделаю. Значит, как бы, внешне документы выглядят очень скромно. Например, согласно постановлению правления оружейной палаты от 7 марта 1925 года, оружейная палата просит разрешить реализацию части немузейного имущества палаты путем передачи означенных предметов в один из магазинов глав науки. Ну и приложение список из нескольких сотен предметов. А надо-то выручить было всего 500 рублей, согласно докладной записке. Что такое немузейные предметы, немузейное имущество? Это предметы из бывшего дворцового имущества и императорской фамилии. Значит, ну я не буду перечислять, что там продавалось, это длинные списки. Меня, как бы, эксперта по Фаберже, так несколько резануло здесь. Спасибо. Несколько резануло письмо в глав науку, где оружейная палата просит разрешить, это уже после реализации этих предметов и так далее, просит разрешить реализацию части немузейного имущества палаты, состоящей из пасхальных брелков в количестве 309 штук. Ну, это яйца Фаберже маленькие, которые, как бы, очень дорого стоят. Вот, и тогда стоили, но оценили их, они по 50 копеек по рублю. Ну, естественно, они были моментально проданы. Ну, здесь, кроме этого, в общем, все это я зачитывать не буду, это, как бы, внутримузейная деятельность. Ну, история не терпится слагательного наклонения, вот, поэтому, как бы, надо говорить все, как есть. Вот, здесь, например, здесь мы представляем еще документы по продаже предметов из серебра из Орловского сервиза, ну и так далее. Вот, кроме того, у нас в архиве есть эскизы, сейчас называется это Ротшильдовское яйцо с петушком, вот, я покажу. Вот, скорее всего, мы эти эскизы передадим в Эрмитаж, оригиналы, вот, поскольку вы знаете, что сейчас Ротшильдовское яйцо почетное место занимает. Вот, ну, а также некоторые фотографии и так далее, избытование этого Ротшильдовского яйца. Это, кстати, к ответу на то, что раз не было раньше известных яиц, так их и не может быть. Вот, сто лет Ротшильдовское яйцо было неизвестно, и вдруг неожиданно появилось. Вот, ну, а начнем так, как хотела бы начать, Марина Николаевна, начну я с предмета, который у нас выставлен под номером 12 в каталоге, подвеска в виде жемчужиного яйца. Это 1889 год, вот, там покажут, там, нет? Да, вот, это подвеска, значит, сохранилась она в оригинальном футляре. Ну, в коллекции у меня эта подвеска, наверное, около 25 лет находится. Вот, и, опять же, благодаря Марине Николаевне мы совсем недавно, как бы, сопоставили документы и поняли, что это непростая подвеска, что она имеет очень большую историю. Вот, и у нас в каталоге даже написано «Подарок императора Александра Третьего императрии Марии Федоровны на Пасху 1889 года». Ну, как бы, недоброжелатели могут спросить. В 1989 году было еще одно императорское яйцо. Действительно было, оно утеряно, его пока нет, как бы, вот, не найдено. Вот, но одновременно с пасхальным яйцом большим за несколько тысяч рублей, значит, император Александр Третий подарил дужки мини. И тут тяжело назвать это яйцом, конечно, вот, это скорее подвеска, но в деле из кабинета императорского величества, значит, это яйцо выделено в особый разряд. Пока, в связи с чем это я не могу сказать, видимо, может быть, имело какое-то такое серьезное значение для императрицы. Вот, но дело называется об изготовлении ювелирного фаберже пасхального яичка с жемчужиной и выписка такового в расход на представление его величества государю императору. И недаром я, как бы, акцентирую внимание, что это пасхальное яичко. Не просто, потому что недоброжидатели могут сказать, что, ну как, ну яйцо и яйцо, причем здесь Пасха. Нет, это именно пасхальное яйцо. И мы, как бы, представляем сейчас впервые счет на это яйцо. Покажут нам счет? Стоимость этого яйца составляла 981 рубль, но хочу заметить, что это 981 рубль составляла только стоимость работы. А жемчужина была из кабинета дана Фаберже отдельно. Значит, можем показать там следующий документ. На самом деле это целое дело огромное. И тут переписка, как Фаберже его изготавливал, как было лучше его сделать. Вот, значит, и у нас, значит, в 1889 году, 23 февраля, отпущено ювелиру Фаберже на изготовление яичка под номером 20, одна жемчужина весом чуть выше 7 карат на сумму 961 рубль. То есть стоимость самого яичка. Ну, если мы сложим эти обе суммы, то сразу же, как бы, поймем, что стоимость вот этой маленькой подвесочки составляла даже, может быть, и выше стоимости обычного пасхального яйца. Вот. В связи с чем такая высокая стоимость? Ну, конечно, и за вот эту работу Фаберже попросил, конечно, огромные деньги. Но как мы идентифицировали, что это именно эта подвеска? Все очень просто. Жемчужина, вес совпадает полностью. Значит, плюс 5 больших роз. Если мы откроем счет, то в счете написано жемчужина, столько карат, и 5 роз. Добавлено золото, алмазы. Значит, одним из первых Фаберже начал применять платину, вот, начиная с этой подвески. Платина тогда недавно вошла в оборот в то время. Вот. И мы видим, что здесь бутон цветов и маленькие цветочки, все сделаны из платины. Ну, в общем, вот такой предмет. И мы его впервые вводим в оборот, как императорское пасхальное подношение, вот, которое выбивается из ряда. Ну, и на яйцо-то, в общем, оно не похоже. Вот. Но к яйцу нас отсылает эта жемчужина в форме яйца. Так, теперь переходим к основной теме, которая так не дает у нас недоброжелателям спокойно спать. Это яйцо 1904 года. Ну, у нас, я должен сказать, что каждые вещи в музее Фаберже у нас немножко, это там, как бы, числится для служебного пользования. Вот. Но на каждую вещь есть, как бы, каталог специальный из нескольких экземпляров, где перечисляются все документы и так далее, которые сопутствуют этому яйцу. Но, кроме того, я специально взял с собой документы, которые проливают свет. Значит, вопрос о художественных особенностях яйца мы оставим за рамками обсуждения, поскольку это кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот. Значит, будем говорить о фактах. Значит, вот некий господин Ружников, оппонент государственной Эрмитажа, который считает себя экспертом. Значит, с порога заявил в своем письме, что общеизвестно, что в 1904-1905 году пасхальных подношений не было в связи с тем, что была русско-японская война в 1904-1905 году. Вот. На чем основывает он свои рассуждения? На воспоминаниях Бейнбриджа, который написал, что в 1904-1905 году таких подношений не было. А Бейнбридж на чем основывает свои заключения? А он основывает на совершенно незначительной газетке, которая была проправительственной, националистической, которая написала, что в связи с войной и так далее пасхальных подношений не было. Вот и все. Ну, а теперь давайте тогда к фактам. Значит, насколько я могу ошибаться там, на день, на два, но, насколько я понимаю, русско-японская война началась там, наверное, где-то 8 февраля 1904 года. Вот. И закончилась в 1905-м. Ну, как вы думаете, если каждый год император Николай II дарил два яйца, то есть, таким образом, по логике этих псевдоэкспертов, он должен был предвидеть в 1903 году, что через год начнется война, поэтому яйцо он заказывать не будет. Ну, абсолютный идиотизм, глупость. Тем более, что к началу войны яйцо было уже закончено, и его надо было, по логике, под молоток, потому что война началась. Понятно, что для того, чтобы не будоражить умы, это как бы факт изготовления этого яйца, факт, вернее, вручения яйца, конечно, он не афишировался, это понятно. Но то, что в 1904 году яйца были вручены, это факт, и без всяких вопросов. А что касается 1905 года, то мы опять же должны посмотреть на то, как шла эта война. Вполне возможно, что уже в 1904 году, когда началась война, император не заказал яйцо на 1905 год. Возможно, но документы, которыми мы располагаем, они опровергают это точки зрения. Но пока об этом мы ничего не говорим, поскольку нет предмета. Если у нас нет предмета, о чем говорить, так и говорить об этом нечем. Но, судя по логике того же Ружникова, значит, в 1906 году никакого яйца не должно было быть, и даже двух яиц. Почему? Потому что, как известно, мы вспомним воспоминания Франсуа Бербаума, когда он писал, что сразу после Пасхи мы начинали работу над пасхальными яйцами, и только к страстной неделе мы еле успевали сделать. И так продолжалось каждый год. Так вот теперь представим себе, 1905 год. Идет война. Россия проиграла по всем позициям. В стране нехватка денег, продовольствия. Плюс прибавьте сюда еще революцию 1905 года. Обстановка наклина. Но, несмотря на это, Николай II спокойно заказывает в Фаберже два пасхальных яйца, которые в 1906 году, в начале 1906 года были вручены. Ну, по-моему, любой человек, который дружит с логикой, этот тезис, с этим все понятно. Теперь давайте по истории этого яйца. У меня вообще в собрании это яйцо находится с 1990 года. И я его не афишировал. Почему? Потому что, во-первых, мы всегда афишируем то, что выставляем, когда у нас есть достаточные, на такие провокаторские, достаточные документы. К настоящему моменту практически все документы по бытованию этого яйца найдены. Ну, начнем с того, что найдена копия счета в архиве за 25 марта 1904 года, где указаны, значит, первое, яйцо белой и красной эмали с шестью портретами, бриллиантами, розами, внутри яйца корзинка из золота и роз с букетом полевых эмалевых цветов. Стоимость немалая – 12 600. Откуда такая стоимость? Я немножко вперед забегу. Ну, в этом яйце вы, наверное, все обратили внимание, какие огромные бриллианты вверху и внизу портретные. Каждый по себе. Мне даже тяжело определить, сколько карат там. Вот откуда стоимость. И второй пункт – яйцо красной эмали с бриллиантами и розами, внутри образ святого Александра Невского. К нему мы чуть-чуть позже подойдем. Вот. Счет оплачен. Осигновка 221-я за 904-й год, выписанная ювелиром Фаберже, деньги получены. Дальше. Но, понятно, 904-й год, понимаете, что сколько было лет дочерям. Пока у меня не было, пока, как бы, Марина Николаевна не нашла этот счет, вот, я отстаивал точку зрения, что вполне возможно, что чуть-чуть старше написали дочерей, вот, чтобы, ну, поскольку, ну что, они дети в 904-м году, там еще, может быть, старше там похоже, вот. Значит. А остальных, может быть, сделали, ну, и вот у меня была тоже такая пресс-конференция во время выставки в Новом Иерусалиме, ну, меня за нее, о ней предупредили буквально за час, так что я там не очень был готов, но иллюстративный материал, и я, как бы, успели мне сделать фотографии, вот эти, с которых писал Зуев, вот. Значит. Ну, и, как бы, там получалось 904-й, чуть позже. И вот этот вопрос, он, как бы, завис в воздухе. Ну, этот вопрос благополучно разрешился, когда нашли счет от Фаберже уже от 27 апреля 1908 года, где первым пунктом идет починка эмалевого пасхального яйца 1904 года с заменой четырех миниатюр и переделка корзинки. Стоимость работы 480 рублей. Понятно, в 1908 году, значит, уже когда были дети отма, сформировавшиеся взрослые девочки уже и так далее, с них написали эти портреты и вставили туда. Но если бы это был один, только один счет этот, то это ладно, здесь еще можно было бы сказать, ну, это неизвестно, какие там, с какого года были и так далее. Но в этом же деле сохранились документы по оплате Зуеву 800 рублей за миниатюры. По заказу камеральной части кабинета его величества художникам Зуевым исполнены 4 миниатюры августейших детей их императорских величеств по 200 рублей каждая. Естественно, они переданы Фабержон, вставляют их в яйцо, и как бы вопроса нет. Но кроме того, ведь как была устроена камеральная часть кабинета его императорского величества? Каждый документ, каждый счет и так далее проверялся по 100 раз, и составлялась, была очень большая бюрократия, которая нам сейчас помогает. То есть, это еще дополнительные документы. Значит, и вот я вам прочитаю документ камеральной части, когда уже необходимо было платить Фаберже за работу, когда император написал на счете уплатить, там и так далее. Но это еще не значило, что ему заплатят, еще камеральная часть должна была решить. И мы здесь видим, так, там последний лист, надо дать первый. Нет, 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 нет. Или я плохо вижу? Нет, предыдущий дайте. Тоже нет. Значит, я покажу. Да, вот этот счет, посмотрите, сейчас дадут. Я зачитаю. По заказу камеральной части ювелиром Фаберже из пасхального яйца 1904 года вынуты 4 миниатюры работы Блазнова и на их места вставлены изображения августейших детей их императорских величеств Великой княгине Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. При всем была произведена починка самого яйца и переделка букета цветов. И спрашивается разрешение вашего сиятельства. Первое. Вынутые из яйца 4 миниатюра работы Блазнова записав вновь на приход, каждый в отдельности, в стоимости, согласно оценке, на общую сумму 400 рублей. Второе. Уплату по представленному счету ювелюру Фаберже за переделку и починку означенного яйца 480 рублей отнести на кредит и так далее. Так что с миниатюрами вопрос отпадает сам собой. Теперь. Я тут почитал интервью господина Ружникова, его опуск, который он недавно дал там какой-то из газет, где он пишет, что он позвонил в вооруженную палату и для него там проверили весь архив и не нашли никаких документов по поводу выделения этого яйца и вообще яиц. Он позвонил в галерею Хаммера и там ему тоже сказали, что никаких документов нет у них. Так откуда они у Иванова взялись? Опять же из архива. Значит, из оружейной палаты список заявка на выделение из оружейной палаты Всесоюзному объединению антиквариат. Список бесспорный. От 26.10.32 года. За номером 23 так далее за номером 20 этот список я отсюда плохо вижу за номером 23 идет яйцо белой эмали и букет цветов стоимостью 2000 рублей. Надеюсь, это тоже оспариваться никем не будет. Тем более, тем более что если например в той же оружейной палате где говорят, что не было этого ничего я дам ссылку это в Москве в архиве находится это целое дело по оружейной палате. Они могут посмотреть и там все яйца которые из оружейной палаты были выделены в этих списках есть. Теперь переходим к следующему документу непосредственно к владельцу. Значит опять же опять же тезис о том что Арманд Хаммер это не доказано ничего откуда Арманд Хаммер мог это яйцо вывезти и так далее но откуда вывезти мог. Вот антиквариат Арманд Хаммер понятно у антиквариата очень много вещей купил вывезти. Значит теперь мы переходим к письму которое адресовано фирмой Лорд Энн Тейлер дайте нам письмо от 5 июля 34 года на самом деле таких писем Лорд Энн Тейлер писал очень много разным клиентам которые покупали у них императорские сокровища эта фирма была так я покажу фотографию вот но это значит письмо есть в каталоге оно опубликовано в каталоге а вы дайте пожалуйста конверт который был отправлен тогда станет все ясно вот значит и я вам хотел бы сейчас зачитать буквально вчерашнее интервью которое дал Ружников где он пишет по поводу этого письма в Нью-Йорке на 5 авеню в 30-е годы был такой очень популярный магазин Лорд Эн Тейлор там продавалось много чего в том числе видимо и антиквариат видимо Лорд Эн Тейлор это фирма уполномоченная Армандом Хаммером продавать произведения императорской фамилии так на всякий случай псевдоэксперту и в этом письме вице-президент универмага Лорд и Тейлор пишет какой-то мадам Хуберт насчет какой-то мадам Хуберт вы наверное знаете что есть пылесосы Хувер вот значит а в то время семья Хувер это было примерно по капитализации и так далее как Рокфеллеры Морганы и так далее которые собирали антиквариат и в том числе императорские сокровища так вот какой-то мадам Хувер спасибо за покупки мы вам посылаем какие-то писания русского антиквариата которые вы у нас купили спасибо большое приходите еще в этом письме говорится ни о чем просто упоминается коллекция русского антиквариата в нем же говорится что письмо фирмы лорд и тейлер госпожи Хувер о происхождении императорского пасхальницы и юбилейной свадебной но это просто чистое вранье вы просто смотрите на эти два письма здесь не нужно быть профессором чтобы понять что одно с другим не вяжется ни на секунду здесь написано что яйцо это находил собственно императрица Александра Федоровна и даты 20-й 32-й вооруженной палате московского кремля я звонил сегодня в кремль и мне сказали что ничего подобного у них в записях нет такого яйца никогда не существовало это сегодняшняя нахальная ну я воздержусь от этих фраз вот но с вооруженной палатой уже все ясно вот а теперь обратимся к этому письму где в этом письме четко сказано что мы вам посылаем список сокровищ императорских сокровищ которые предоставлены нам известным коллекционером доктором Армандом Хаммером прямо в письме написано вы понимаете какая наглость какой цинизм у человека когда он имеет каталог при нем и он тут же перевирает что там написано то есть как бы оправдается что я-то вот имел ввиду вот это а на самом деле там то ну да бог с ним значит теперь дальше идем по бытованию этого яйца 19 марта 51 года Моррис Реймс значит каталог здесь конечно не совсем ясно поскольку он на английском языке это каталог продажи или каталог выставки поскольку цены здесь нет но почему-то господин Ружников звонит на аукцион Друо причем здесь Друо и фирма Морриса Реймса вот да он торговал на Друо иногда вот и сказал что в это время там торговали коврами в этот день ну причем здесь Друо когда это совершенно другая фирма вот значит и здесь мы видим что в 51 году значит это яйцо там наверное у вас нет я покажу просто иллюстрацию вот иллюстрацию из каталога этого каталог сам есть вот значит было представлено в Париже вот значит что из этого всего следует что я сказал значит что все документы которые перечислены в каталоге вот значит они все есть в наличии и они полностью подтверждают происхождение этого яйца вот и я должен сказать что существует вообще музейная практика я может быть с ней немножко не согласен когда в каталоге публикуют вот конкретно происхождение оттуда-то на выставке там-то было и так далее но не публикуется рядом документов вот из-за этого возникает вот такие у людей которые некомпетентны возникают вот такие вот особенно если им кто-то такой как серьезный эксперт мунтиан советует на ухо что вот там совсем не то ты напиши там а мы тебя потом поддержим значит вот возникают такие коллизии я считаю что все-таки надо пересматривать в каталогах вот эту практику и делать не ссылки а делать просто фотографии документов вот и тогда вся вот эта плесень как бы уйдет так ну переходим теперь к изделиям которые представлены на выставке как изделия изготовленные на войну 1914 года ну как бы там особо комментировать нечего здесь представлены в государственном эрмитаже предметы из лазарета наследника цесаревича вот это был большой заказ значит фирме заказ получила фирма фаберже вот и фаберже сделал полностью как сказать полностью инструментарий для этого лазарета имеется ввиду начиная от чайников и кончая даже ванными где мылись солдаты и так далее вот здесь в санкт-петербурге в частной коллекции есть такая ванна я никак не могу к ней подобраться вот но есть где четко там прям лазарет цесаревича Алексея вот ну а о том что опять же вернуть но не хотелось упоминать эту статью хотелось просто рассказать о вещах и так далее но получается так что приходится мне это делать вот в этом пасквиле Ружников пишет что фаберже не делал там медных вещей и так далее что все это годится на помойку то что выставлено в Эрмитаже и так далее ну начну я наверное спрошение Карла Фаберже министру юстиции Керенскому о том чтобы вручить пасхальное яйцо карельская береза что оно совсем простое но это другая история вот оно у нас сейчас здесь не представлено поэтому и говорить не надо но в начале этого письма Фаберже описывает обстановку которая сложилась на его московском механическом заводе в настоящее время мой московский механический завод исполняет большой заказ главного артиллерийского управления на 2 миллиона латунных артиллерийских втулок типа 915 года вы на экран выведите чтобы люди видели дальше он пишет на моих золотых и серебряных изделий фабрики в Петрограде сейчас исполняются заказы военные морского министерства временного правительства на подарочные вещи и разные серебряные золотые знаки поскольку все эти работы пока не оплочены я испытываю значительные трудности на моем московском механическом заводе рабочие не получают оплату с января месяца чем не применули уже воспользоваться агитаторы разрушительное настроение там растет так быстро что если не выплатить деньги сейчас завтра фабрики уже не станет и военные заказы исполнять будет некому ну на минуточку так отвлечемся вот я думаю что тут даже и спорить никто не будет это как бы известные данные они опубликованы уже в архивах и у Скурлова это есть вот на московском механическом заводе к 17-му году работало 600 человек значит работали не ну это завод сангали работали они в две смены и я хочу задать всем вопрос ну у кого с логикой все в порядке 600 человек в две смены что должны были делать что ну я тут забегу немножко вперед и зачитаю другой документ когда в свое время управляющий магазином Фаберже Чарльз Бейнбридж написал пасхель донос похожий на ружниковский императрице Александре Федоровне было назначено расследование что он находится под немецким влиянием и является немецким шпионом вот здесь в этом деле вскрылась очень интересная и очень неприятная для ружникова и же с ним информация 14 октября 1915 года юелиру Фаберже было выдано удостоверение от военно-промышленного комитета настоящим удостоверяется что мануфактур советник Карл Фаберже выданы центральным военно-промышленным комитетом заказы на миллион комплектов изделий номер 13 13 бис на миллион 13 и 13 изделий номер 12 и номер 13 и номер 4 значит изделия номер 13 чайники изделия номер 12 солдатские котелки изделия номер 14 это самовары миллион комплектов ну по-моему все как бы дальнейшие вопросы отпадают я к этому документу еще вернусь вот в будущем когда буду уже для журналистов специально дам плод для размышления по поводу кто занимается фальшивыми вещами и кто их продает хорошо вот по-моему этот вопрос наверное уже сам собой отпал все понятно но я зачитаю немножко вот мы с Мариной Николаевной когда здесь организовывалась выставка мы переписывались значит и искали как бы примеры того как фирма Фаберже производила вот эти ложки и так далее значит и вот что мы нашли кроме того не считая латунных втулок ежегодно фирма Фаберже начиная с конца 14-го года изготавливала более 95 тысяч предметов для нужд фронта например к 1916-му году Фаберже изготовил для солдат и офицеров фронта 52 тысячи карманных зажигалок разных фасонов ну у нас кстати в музее 38 зажигалок есть таких вот какая утварь изготавливалась ну вся практически вся начиная от полковых котлов значит и заканчивая бойлерами вот у нас в музее Фаберже выставлен бойлер Фаберже это бойлер из поезда императрицы Марии Федоровны военно-полевой поезд где ну солдат с поля боя забирали и увозили в центр России одновременно их лечить так вот там внутри вся начинка медная и так далее была заказана Фаберже надеюсь на этот вопрос мы сняли теперь что касается вот Фаберже там упрекнул эрмитаж по поводу солдата солдата яйца курочки вот ну вот я сейчас по солдату немножко ну тяжело комментировать вещи которые как бы не являются моими которые привлечены со стороны и так далее но я все-таки себе позволю вот так на всякий случай есть в Мирологическом музее дара Гафонов Фаберже который он сделал как ни странно сразу после своего ареста только вышел и сразу сделал дар вот значит и там среди всего прочего по модели советского ледовоза их два ледовоза так на всякий случай вот и солдат запасного полка 914 года значит этот солдат который представлен здесь на выставке я его знаю сразу после 2000 года около 20 лет знаю у кого он находится в коллекции вот за сколько покупался он вот значит вот тот же господин Рудников утверждает и кстати минералогический музей опять же с подачи мунтиан говорит что у нас один единственный солдат Фаберже не изготавливал фигурки одинаковые только разные делал вот ну хотелось бы тогда спросить а почему ледовоз то не один единственный вот но с солдатом значит предысторию Савицкий когда делал модель этого солдата использовал он материалы которые представил кабинет его императорского величества есть известная фотография где Николай Николай второй стоит в форме запасного солдата вот значит и конечно портретное сходство вот этих солдатов с Николаем вторым оно очевидно вот но один ли Фаберже делал таких солдатов я знаю в мире в известных коллекциях в том числе и на Ближнем Востоке там очень большая известная коллекция четырех солдат вот ну а для того чтобы понять вообще масштаб как была популярна эта тема солдат как патриотично было что изготовляли солдата очень похожего на императора вот значит обратимся к трудам академика ферсмана ну наверное Минералогическому музею стыдно не знать у них архив академика ферсмана они могли бы легко найти где он описывал изготовление подобных солдат и так далее но даже вот в занимательной минералогии сейчас скажу которая издана в 35-м году вот академик ферсман приводит фотографии есть у нас там фотографии вот солдата ну как вы как мы видим фигурка старого царского солдата сделала из разных яш в Южный Урал работа Верфеля в Ленинграде ну понятно что не только Фаберже а и Верфель и все остальные делали то есть сам солдат это одинаково ничего не менялось винтовка варьировалось и то эта винтовка которая здесь на этом солдате вот она у него стояла на земле но видимо отвалилась они ее как бы подклеили чтобы она вот так была в совершенно неестественной позе ну я думаю что с солдатом мы тут отошли тем более тем более должен сразу сказать что перед тем как брать на выставку в Эрмитаж значит обязательно проводились в Эрмитаже исследования в лабораториях здесь а я вам скажу что я когда побывал конечно получил такое удовольствие в лаборатории Эрмитажа в лаборатории яхт даже вот здесь собрана такая техника ну такие и электронные микроскопы и физические приборы что голова кругом идет например чтобы посмотреть как изготовлено пасхальное яйцо не обязательно его внутри разбирать можно просто посмотреть что сделано и даже определить каким клеем склеено каким сплавом склеено когда это возраст и так далее поэтому и вот с нашими вещами вся проверка была произведена вот но наверное наверное лучше чтобы как бы убрать все как бы недочеты ну сейчас я предвижу разговоры ну да документы есть ладно ну значит по этим документам и сделали вот и все чтобы убрать это наверное надо это в письменную форму я конечно обращусь с письменной просьбой к Михаилу Борисовичу чтобы эти произведения исследовали заново в лаборатории и вынесли нормальное серьезное заключение где уже не будет споров где будет поставлена точка вот ну почему-то Ружников не обратил на икону святителя Николая которая выставлена здесь тоже мог по ней пройтись потому что там есть реставрация в этой иконе вот но значит я бы хотел просто для тех кто приходит на выставку Фаберже в Эрмитаж сказать что вот очень интересный экспонат это икона которая была подарена дочерьми Николая Второго 13 января 1912 года вот дата это очень для меня странная потому что я посмотрел по календарю значит да это день Николая значит празднование Николая Второго Мерликийского но но он выпадает вот этот день на католическое празднование известно что в это время была приезжала большая делегация родственников в Зимний дворец вот в гости и возможно к этому событию именно на празднование католическое дети подарили Николаю Второму либо с чем-то еще связанным пока это тяжело сказать но вот есть у нас документ канцелярии ее величества государь государь императрица Александра Федоровна и управление делами августевших детей значит здесь у нас есть очень интересное на основании последовавшего 13 день января 12 года высочайшего повеления канцелярии его величества государь императрица Александра Федоровна имеет честь предпроводить при всем поступивший всего числа из комнат его императорского величества счет ювелиров и биржи от 13 января 1912 года на 575 рублей за оклад на икону святого Николая Мерликийского коей благоугодно было собственноручно вручить августейшим детям его величеству государь императрица 19 декабря 1911 года так счет есть ну и естественно одновременно в этом же деле имеется счет Фаберже на икону святого на икону святого Николая сделан серебряный оклад с эмалями 575 рублей но чем примечательна еще эта икона там что сохранились мало того что бирки оригинальной бирки с ценой фирмы Фаберже но еще и оригинальная бирка министерства императорского двора где значит четко был указан номер этой иконки вот по нему мы как бы можем отследить всю ее дальнейшую судьбу вот так теперь перейдем к яйцу курочки тоже мне как бы это наверное неэтично будет поскольку это не моя вещь что-либо говорить плохое хорошее об этом но все-таки я скажу значит у нас есть замечательный музей Фаберже здесь в России в Санкт-Петербурге вот где собраны уникальные и вообще единичные изделия Карла Фаберже в том числе и яйца ну в общем замечательные уникальные коллекции вот и я знаю Виктора Феликсовича Виксельберга как порядочного ну нормального человека знаю также Владимира Воронченко как тоже честного порядочного человека но обращаясь отсюда хотел бы как бы ну что сказать чтобы в вопросах кадровой политики надо быть несколько осторожным уже я прочитал некоторые газеты связывают что якобы Виксельберг там пытается что-то подставить ножку Петровскому там вот все все это чушь а все это связывает с кем опять же с этим человеком с ружником который написал который работал на фонде связь времен когда-то занимал там какую-то должность вот значит но слава богу что лет десять назад он там прокололся украл кучу денег и они расстались с ним вот и ружников всегда всегда ненавидел Эрмитаж и он всегда старался как-то вот особенно тогда когда он был вот в связи времен вот ну он как бы какая у него должность была ну технически он покупал по заданию как бы музея различные вещи ну и как потом выяснилось и здорово нагревал вот о себе не забывал вот значит но там есть опять мы возвращаемся есть еще один персонаж значит опять же мы говорим о Татьяне Николаевне Мунтиан которая очень хорошо сотрудничает с музеем Фаберже вот но которая как бы своими действиями ну не совсем она отдает себе отчет что в связи с ее подстрекательство и так далее получается в итоге вот об этом я скажу чуть-чуть попозже вот значит а теперь по этой курочке я эту курочку смотрел лет наверное десять назад значит яйцо это мало того мало того я пытался как бы и в архивах и так далее найти какие-то документы дополнительные которые бы говорили что это и так далее но к сожалению единственным документом который является по описанию данного яйца это докладная записка от 8 февраля 1889 года где перечисляются там яйца Фаберже одни из первых которые были сделаны другого документа нет значит и вот я там есть у нас сделайте должен быть есть есть у вас этот документ ну докладная записка но он здесь не написано ничего здесь для подарков его императорскую величеству к празднику своей той пасхи изготовлено было есть он у вас есть должен быть ну пока ищется я как бы зачитаю этот документ он касается именно первого пасхального яйца в 1885 году изготовлено пасхальное яйцо белое эмали в короне украшено рубинами бриллиантами и розами 4151 рубль в том числе два рубина яичками 2700 рублей значит ну положа руку на сердце я конечно немножко Марина Николаевна поторопилась вот это яйцо насколько я знаю уже года 3 в Эрмитаже находится владелец его выставил вот первоначально оно стояло как просто яйцо но вот Марина Николаевна его поставила как императорское пасхальное видимо сопоставляя это с этой докладной запиской поскольку все что здесь перечислено с этим яйцом сходится но конечно оно не такое как в музее Фаберже понятно что оно отличается в музее Фаберже простое белое яйцо здесь оно украшено золотым декором с двумя бриллиантами а вот нашли с двумя бриллиантами вот и с полным комплектом как бы и в том числе два рубиновых яичка внутри но я бы не стал сейчас вот делать поспешных выводов и говорить что именно это императорское пасхальное яйцо я думаю ну понятно что у Марии Николаевны свои резоны были вот возможно сейчас как бы у нее в архивах еще потому что она мне говорила что она нашла данные которые точно говорят об этом но это пока слова я бы не стал сейчас говорить что это яйцо которое в Эрмитаже оно императорское а что в музее Фаберже нет это долгая как бы работа кропотливая если есть два похожих предмета значит здесь очень легко сделать но я должен напомнить что по инициативе Мунтиан где-то года полтора назад или два уже года два назад да значит было составлено письмо которое было подписано несколькими экспертами западными в том числе и ул Тиландер Солодковым Гезой фон Габсбургом и Кираном Маккенли по-моему из Варцки где четко указывалось не то что оно императорское или нет а что оно фальшивое значит ну понятно тут переполох в Эрмитаже давайте мы его исследуем и так далее ну исследовали все оказалось что ничего подобного яйцо аутентичное того времени и так далее вот значит ну и Михаил Борисович как человек умный и так далее спокойно сказал ну давайте возьмем яйцо из музея Фаберже здесь в Петербурге и это яйцо сравним его сделаем не на словах что нравится не нравится и так далее а просто сделаем анализ и четко будет сразу ясно где то где не то вот но реакции на это не последовало я конечно понимаю фонд связь времен какой смысл когда они об этом ничего не писали когда это были происки мунтян там и так далее какой смысл им это делать раздувать и это дело как бы заглохло и сейчас это дело возникло опять опять же с ее подачи Ружников начинает писать еще раз повторяю в данный момент и я буду рекомендовать Эрмитажу и так далее все-таки это яйцо которое стоит оно белой эмали оно существенно отличается от того яйца который находится в музее Фаберже вот в гатчинском списке которое значит опубликован был несколько лет назад там пишется о яйце покрытом белой краской ну там понятно составлял не специалист это яйцо но все-таки ближе яйцо которое находится в музее Фаберже и я считаю так что было бы более правильно поскольку уже много лет как бы в музее Фаберже выставлено это яйцо как первое оно и должно оставаться первым это похожее яйцо это яйцо настоящее вот но нужны дальнейшие исследования нужно сотрудничество и правильно Владимир Воронченко говорит что всегда надо между музеями мы всегда найдем общий язык и не надо это выносить вот эту грязь на всеобщее обозрение если надо если появится какой-то вопрос всегда можно обсудить ну конечно немножко лукавство говорит что вот только вот этот документ по этому яйцу потому что 1 февраля 1885 года Владимир написал Александру третьему письмо это брат Александра третьего значит где он описывает полностью как разбирать это яйцо как что конечно значит опять же это описание наверное не подходит ни под яйцо которое в музее фабершения ни это яйцо вот но может быть это так написано я не буду здесь как бы распространяться это если журналистам надо будет они возьмут и напечатают это все это будет в государственном эрмитаже находиться я думаю с курочкой мы слишком много времени уделили вот опять же повторюсь свое мнение что в музее фаберже является яйцо 1885 года здесь яйцо близко ко времени дайте пожалуйста там фотографии яиц других вот и вообще фаберже насколько на моей памяти на крисе что ли два-три подобных яйца продавалось вы видите на фотографиях разных и на содби продавалось то есть эта тема была очень интересной очень излюбленной у фаберже и он такие яйца делал вот поэтому тут никакой сенсации из этого делать не надо тем более какого-то скандала вот никто я считаю что и эрмитаж в том числе не претендует на то чтобы отнять у музеев фаберже что у них какое-то не то яйцо и так далее об этом никто никогда не говорил кроме теперь перейдем ближе как бы к лондону уже мы приближаемся ну понятно тут другие-то вещи не нуждаются ни в каком объяснении все это я думаю что все эти документы эрмитаж передаст журналистам они их опубликовали и все тут разговора нет а по документам из оружейной палаты если действительно ружников не врет и звонил в оружейную палату но я не думаю что кто-то ему там ответил ну кому он звонил конечно мунтиан я лично мунтиан дам ссылку на это дело чтобы она посмотрела чтобы она знала какие яйца что продавалось у них из кремля а какие яйца не продавались вот теперь переходим к бенбриджу вы знаете что долгое время управляющим магазина фаберже в лондоне был чарльз бенбридж который написал хорошую хвалидную книгу о фаберже вот и на которую на книгу которые равнялись правда в этой книге часть предметов часть предметов заставляет о многом задуматься но это как бы это отдельный разговор но кем на самом деле вообще что такое великобритания того времени вот что такое например английский подданный алан бо это партнер фаберже по московскому отделению все они жулики и мошенники были в то время и воровали просто нещадно и фаберже с ними никак не мог когда это все всплывало никак не мог от них отстать вот значит ну дошло до того например с бенбриджем бенбридж не ходил на работу в течение года получал деньги после того как закрылся лондонское отделение у фаберже убыток составил по лондонскому отделению 15 тысяч рублей это несмотря на то что там продавались тысячи предметов с прибылью там воровство было страшное в этом магазине вот ну и что когда фаберже как бы это все ему доложили и так далее он решил с бенбриджем попрощаться что делает как бы нормальный человек ну если тебя уличили в таких этих самых уйди спокойно вот и все нет он берет компенсацию уходит но что делает одновременно пишет пасквиль на имя Александра Федоровна императрицы о том что так дело есть там у вас бенбридж значит ну не важно и значит в связи с этим пасквилем было заведено дело занималась этим и полиция и контрразведкой и кто только не занимался вот что написал Чарльз Бенбридж на фаберже вот это письмо вот я тут поближе покажу что он написал что фабержех там неплохой человек и так далее чисто по-английски ну вот что вот так но у него очень много ошибок то да сё и он находится под влиянием германских властей и что чуть ли не шпионит в пользу Германии это когда тогда когда идут кровопролитные бои и когда в России ищут шпионов и так далее вот он пишет такой пасквиль естественно заводится дело фаберже приходится оправдываться и в оправдание он пишет полностью историю фирмы фабержех от начала и до конца вот я её покажу на нескольких убористых листах вот он пишет что когда она организована откуда они приехали и так далее это конечно документ для исследователей очень важен тут ничего не дать не взять вот но и одновременно он прикладывает значит удостоверение о котором я уже вам рассказывал что он выполняет там чайники кастрюли и так далее что это исчисляется миллионами экземпляров что он тесно сотрудничает с военно-промышленным комитетом вот значит и дальше дело как бы затухает и вот граф Яков Николаевич Ростовцев по указанию императрицы Александра Федоровна значит это дело закрывает и на его имя Фаберже окончательно пишет письмо значит ваше сиятельство по поводу письма на английском языке господина Бенбриджа от 1 июля сего года на имя ее императорского величества тетت настоящим имею честь сообщить ниже следующее фирма Фаберже ну историю фирмы Фаберже рассказывает капитал полмиллиона рублей уставной и так далее вот и что он имеет в Лондоне лишь агентство для продажи изделий отечественной промышленности главным образом моим постоянными английскими и моим постоянным английским клиентом «Показаниями служащих установлено, что господин Бейнбридж состоял управляющим моего лондонского отделения целый год, не являлся на службу без моего ведома. Я ограничиваюсь сообщением этих сведений, хотя это далеко не все, что могло быть сказано о его поведении. Несмотря на то, что Бейнбридж пользовался большим снисхождением с моей стороны, я все же в конце концов должен был потребовать от него объяснения о его действиях за время его пребывания в моем деле, но до сих пор ничего от него не получил». Ну и дальше, и он пишет, что даже Бейнбридж должен ему 5 тысяч рублей остался еще. Значит, почему я взял вот сейчас, казалось бы, дело, которое не имеет отношения к выставке, которое, наверное, ну, конечно, для как жареные факты оно интересно. Почему? Потому что это тесно связано с дальнейшими материалами, которые я сейчас представлю, они немножко будут неожиданными и сенсационными для журналистов и так далее. Значит, Керен Маккарти, значит, сотрудник, ну, он в вещах понимает, конечно, он эксперт, вот, сотрудник магазина Варцки, значит, делал доклад по поводу своего якобы найденного яйца, вот, императорского, и в качестве, как бы такой тяжелой артиллерии с ним вместе приехал, вы не поверите, кто? Внук Бейнбриджа, который взахлеб на телевидении, на радио и так далее, рассказывал, какой Бейнбридж был друг Карла Фаберже, как все было хорошо, как было прекрасно, но англичане, вот, никакого стыда, никакой совести нет. Вот это меня поразило до глубины души, еще раз повторяю, что история должна быть такой, какой она есть, не надо здесь ничего не приукрашивать, не приуменьшать, есть оно, есть. Был подонком Бейнбридж, он и есть подонок, есть Ружников, был подонком раньше, он и сейчас подонок, и это не только я скажу, это сейчас я буду, как бы вам дам материалы и переписку, вы поймете сами, вот. Значит, и переходим теперь к фальшивым. Александр Николаевич, просто просьба у нас определенное время для доклада, поэтому давайте уже вот переходить к документам, которые вы, наверное, обещали показать в конце. Значит, теперь переходим еще раз, переходим к фальшивым произведениям. Вот смотрите, значит, в 2004 году была опубликована книга, вот, я ее вам оставлю, вы ее журналистам покажете, о якобы найденном пасхальном нефритовом яйце «Ампир» 1902 года. У Ружникова есть критика на это яйцо у него на сайте, и я там не могу не согласиться с ним, что там все правильно. Но опять же, критика в отношении кого? В отношении Валентина Васильевича Скурлова. А теперь откроем эту книгу и посмотрим, а кто же автор? Татьяна Николаевна Мунтян, Валентин Скурлов, Борис Игдалов. И теперь посмотрим, а что же написал Скурлов и что же написала Мунтян. Мунтян обосновал это яйцо как настоящее, а Скурлова привлекли, он предоставил документы по яйцу 1902 года. Ну, действительно, документы подлинные, что здесь скажешь, архивные. Вот. Значит, с успехом это яйцо в этом же году продается за несколько миллионов долларов. Сейчас я скажу кому. Ричарду Веннеру с Брайтон Бич. Ну, это богатый человек, как бы. Ну, ему Фаберже все равно. Он покупал ее не для того, чтобы у себя держать, как, например, арабские шейхи. А для того, чтобы постояло оно чуть-чуть, прошло там 4-5 лет, и дальше он продал. Ну, прошло 5 лет. То есть, по американским законам все, налоги уже там не надо с него платить. Он с этим яйцом на Кристе, на Содби. Вот, давайте. Примерная стоимость сейчас яиц 15-20 миллионов хочу получить. Ну, и для него, как ушат воды на него. Король-то голый, яйцо не настоящее. Не там, не там не принимают. Как? У меня же есть вот книга. Ведь приезжал же, как бы, на исследование и Мунтиан, и Солодков. Вот. И я купил его, ну, возврат. Хочу сделать возврат. Понятно, деньги растрачены. Одну секундочку. Мы сейчас еще изучим. Кристи, Содби, они ничего не понимают. Вот. Мы сейчас вам сделаем все документы и так далее. И вот начинается история превращения в автора, значит, который подтвердил это пасхальное яйцо от Мунтиан к Скурлову. То есть, оказывается, в 14-15 году, значит, несколько раз Татьяна Мунтиан ездит в Нью-Йорк, живет в гостиницах, получает деньги и так далее. Вот. И делает все, чтобы от себя убрать, как бы, вот этот вот вскрывшийся нехороший факт. Значит, у нас, вообще, у нас большой архив музея Фаберже, есть заведующий архивом, хранитель Никитин Сергей Иванович. Вот. Он 18 июля 15-го года, ну, возмущенный вообще вот таким, поскольку для нас это было понятно, что с самого начала. Я со Скурловым, кстати, вот после этого, когда он дал материалы на это яйцо, это, я с ним перестал общаться. Вот он может подтвердить, я вчера только с ним поговорил по телефону. Десять лет я с ним не разговаривал вообще. Вот. Из-за того, что он дал материалы на это, что оно было фальшиво, он дал материалы. Не то, что он его подтвердил. Вот. И вот, значит, у нас делают запрос в музей Фаберже Мунтиан. Действительно ли вы связаны с этим скандалом? Как же так? Объяснитесь и так далее. Она пишет, уважаемый Сергей, я не делала никаких экспертиз на этот предмет. Кто упоминает мое имя? Ну и так далее. Вот. Это мы берем 15-й год. Кстати, переписка, это вся, это несколько сотен, как бы, листов этой переписки. Мунтиан, начиная от того, кто это сделал яйцо, и кончая с Курловым. Вот. Я понимаю, что время мало, но вот. Дальше. Александр Николаевич, просто мне кажется, что это не очень музейная уже такая история. Это музейная, это очень важно. Но не очень. Почему я хочу привести, почему были нападки на Эрмитаж, на Михаила Борисовича. Это очень важно. Значит, там понятно, я рассказал все, вопросов как бы они отпали. Значит, опять же, по этому яйцу. Короче говоря, значит, сейчас, в данный момент, все стрелки переведены на Валентина Васильевича Скурлова, что это он виноват и так далее. А Скурлов сам по себе ничего не знает. Я ему задал вопрос по телефону. Валентин, а как же ты? Он говорит, но я верил мнению экспертов, мунтиан и так далее. И естественно, я был в таком, как бы, этом самом, в такой прострации, что верил экспертам. Я, конечно, не могу четко сказать, императорская или не императорская. Нет, говорит. Вот. И действительно, его слава подтверждается. Вот переписка, которая ведется. Значит, очень я вот просто несколько приведу таких убойных, убойных материалов. Ну, передам все это журналистам, пусть они разбираются. Это еще не самый скандал. Это скандал сейчас чуть-чуть будет дальше. Давайте не надо уже еще дальше. Да, да, еще дальше. Значит, ответ, значит, переписка мунтиан там с одним из персонажей, которые, как бы, подтверждали это яйцо. Я работаю абсолютно на общественных начала. Трачу время, нервы, силы, чтобы было понятно. Я в Нью-Йорк ездила сама, в свой отпуск редкий, и еще трех дней протачала в их мастерской. Два дня. В мастерской, где яйцо сделал. Ради того, чтобы понять это. То есть, когда книгу писали, не понимала этого, а потом в 15-м году, когда себя ответственность надо, она поняла. 2 февраля 2015 года. Виктору Кордышу мунтиан пишет. Виктор, я говорил с коллегами из ГосНью-Йорк, но они не хотят ехать в Нью-Йорк. Но меня они ждут, чтобы обсуждать проект, которому настроен негативно. Но они это вам сразу же продемонстрировали. Еще начитались книжки, которые вы им зачем-то оставили. И вообще получили еще более негативный настрой. Господи, зачем вы эти книжки им оставили? Мы же год назад договаривались забыть про это издание, начать с нуля. То есть, человек, который заранее знал. Ну, тут столько всего. Александр Иванович, это, наверное, история для отдельного какого-то журналистского расследования. Если журналисты захотят этим заняться. Давайте все-таки, наверное, доклад будем закруглять. И у нас еще вопросы будут. Одну секунду. Еще. Что касается непосредственно этого письма. Конечно, времени у нас мало. Но что касается непосредственно этого письма. Значит, я совершенно коротко. Я совершенно коротко. Есть вот такие опусы. Вот видите. Дайте, пожалуйста, на экран. Найденное императорское яйцо. Новое. Ради этого императорское яйцо. И убрали из списка императорских яиц. Яйцо, которое у принца Монако. Уже, начиная там, уже больше 60 лет лежит. И так далее. Яйцо фальшивое. Вот я утверждаю. Яйцо фальшивое. Подставка сделана под что? Подставка сделана под фотографию, которую предоставила Мунтян в Арске. И это яйцо продано. Это яйцо продано. Вот. Да. Сделайте, пожалуйста. За несколько десятков миллионов фунтов. И находится сейчас у одного из арабских шейхов. Вот какие дела проворачивает. А мы говорим о чем-то. Да. Все-таки. Момент. Все-таки вот прав Махал Борисович Петровский, когда говорит, что вот искусствоведение музейное, это одно. Еще одну секунду. Теперь по персонажу, это вот по господину Ружникову. Вот такая красивая папочка у меня есть. Значит, надо понять в двух словах, кто этот человек и что он собой представляет. Я не буду долго распространять, стоит очень полно материалов. Это все. Стоило только мне попросить людей, как у меня тут же появилось несколько сотен всяких документов, кого он когда кинул, кого. Вот. Но на самом главном. Самое главное. Пусть он не думает, что он уйдет от ответственности и от суда. Вот. Очень хорошо будет провести суд. И как бы это стоит очень дорого. Уже мы связались с адвокатскими конторами в Нью-Йорке. Вот. Поскольку он американский гражданин, мы там имеем подать право иск и так далее. Но вот только вопрос. Значит, Ружников у нас родился в Москве, да? Роддом Гроуэрмана на Арбате. Значит, познакомился с американской гражданкой, женился, уехал в Америку и так далее. Значит, что выясняется сейчас? Это только начало, как бы, я копнул. Что выясняется сейчас? Живет он в Лондоне по румынскому паспорту. Румынский паспорт получил по молдавскому паспорту. А молдавский паспорт он получил, купил в Украине за деньги. И мало того, где он родился, оказывается, в каком-то глухом молдавском селе и так далее. То есть, тем самым, уже начиная с этого, Ружников совершил преступление, за которое в Соединенных Штатах карается очень большим сроком. Вот. И пусть он не думает, что вот он отсидится в Лондоне и ничего не будет. В Америке еще привезут его в наручниках. Теперь к вопросам. Да. Теперь к вопросам. Ну, у нас большинство журналистов удаленно. Но есть у нас представители прессы, которые здесь есть в зале. Пожалуйста, вопросы. Санкт-Петербургские ведомости или узкое. Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, как специалист по Фаберже, для антикварного рынка Фаберже источник неиссякаемый или, возможно, все-таки какие-то неожиданные находки и открытия? Нет. Каждый год очень много находок и открытий. Вы возьмите, например, вот два года назад продавался солдат гренадерского полка под Лондоном на аукционе, а в Нью-Йорке года три назад умерла бабушка и из вымороченного имущества у нее нашли коробку с русскими типами. Камер-казак. Идеальная, совершенно идеальная фигурка и так далее. Казалось бы, их нет, все, ну что там, а вот нашлась. Плюс, еще я вам должен сказать, что, ну вот, когда мы открыли уже больше десяти лет назад музей Фаберже в Баден-Бадене, конечно, у нас информация со всего мира стекается, очень многие хотят узнать, что это. И на сегодняшний момент, например, я знаю, где практически все яйца находятся у кого. Вот, мы ведем работу, как бы покупаем. Очень много, где императорские вазы у кого есть и так далее. Они все обращаются к нам, потому что обратиться не к кому. Обращаются, если в аукционные дома, то понятно, оценивают им очень мало. А если они хотят соблюсти инкогнито, ну вы понимаете, что такое продать императорское яйцо. Это же огромные деньги и никто не хочет, чтобы это официально им пришло, чтобы заплатить с этого налоги. Поэтому понятно, что вот так источник поступления в основном частные продажи. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Да, Алина Сопов, Антан Кыру. Я хотела бы немножко резюмировать сегодняшний разговор. Например, вы упомянули, что хотите предложить Михаилу Борисовичу проверить некоторые предметы. Прозвучала эта фраза, чтобы поставить точку в этом вопросе. Какие конкретно предметы вы посоветуете проверить и где? Это вот первый вопрос. Ну, я-то сказал немножко не так. Я хотел, вернее, сказал, что я хочу на бумагу исследование положить. То есть все предметы, они и так были проверены в лаборатории. Я бы вот хотел попросить Ивана, чтобы он вам сделал экскурсию. Может быть, это можно показать. Что такое лаборатория, которая является на сегодня самой лучшей в мире здесь? Вы, если увидите, тут у вас вопросы исчезли. Ну, просто исчезли. Вот такое оборудование, о котором мечтает любой музей, где можно сделать все, что ты хочешь. Вот, например, чаши, которые нашли там какого-то до нашей эры, они в идеальном состоянии. Почему они такие, ну, при раскопках, почему они такие, непонятно. Надо посмотреть, там оказался пожар, и тонкий слой углерода закрыл их, и они как вот изготовили, так они прошли несколько тысяч лет. Так, это, я так понимаю, ответ на вопрос, где проверить. А ответ на вопрос, что конкретно проверите, когда вы это предложите? Ну, наверное, яйца проверить. Что еще? Ну, какие предметы, все, что ли? Ну, не все, но, во-первых, это и мне такие документы, конечно, нужны, чтобы поставить сразу вопрос. Окончательно. Все эти разговоры, там, кому-то нравятся документы, не нравятся, здесь будет вопрос поставлен окончательно. Да, ну, вот какие предметы, те, которые вы сегодня упоминали, или какие? Я, которые упоминал, вот, солдата, ну, а остальные-то предметы, что они все на кресте куплены, поэтому у нас вопрос, смысл проверки в чем заключается? Смысл проверки заключается в том, что это предметы многомиллионные, почему Ружникову это покой не дает, потому что это очень много стоит. Ну, вот я как раз хотела второй вопрос задать. Давайте все-таки, вы уже начинали говорить на эту тему, давайте резюмируем. Против кого было направлено конкретно письмо Ружникова, по вашему мнению? Это против Михаила Борисовича Петровского и против Эрмитажа. Там я вообще не упоминаюсь. Если бы он хотел что-то против музея Фаберже, там, и так далее, он бы написал про меня конкретно, что вот Иванов такой-то и такой-то. Там упоминались ваши коллекции. Ну, ваши коллекции, но он не написал кто, а здесь он написал конкретно. Ну, как можно обвинить Михаила Борисовича в чем-то? Вот объясните. Когда он руководитель предприятия, он же не фабержеевед. У него совсем другая специализация. Есть Марина Николаевна, вот, ну, была Марина Николаевна, которая этим занималась. За три года еще до выставки она этим занималась. И она искала именно произведения, которые подтверждены исключительным провинансом. Потому что вот это императорское и все. И смысл выставки. Она делала первую выставку, которую никто еще не смог произойти. И она сделала последнюю, вот эту. Которую тоже вряд ли кто-то превзойдет. И на этой выставке специально она отобрала у нас вещи. Она в запасах, в запаснике у нас ходила и так далее. Она специально отобрала вещи, которые сами по себе будут сенсацией. Но, к сожалению, нет ее. Она бы, как бы, быстро ответила. Извините, а тогда переформулирую вопрос. Кто интересант этого письма и какова его цель? Значит, интересант письма. Это очень хороший вопрос. Значит, прежде всего, значит, я бы поставил, кто стоит за этой атакой. Это, конечно, стоит Мунтиан. Значит, для нее было важно этой атакой окончательно скомпрометировать Скурлова. Значит, потому что первая публикация была по Яйцу 902 года. Ей надо было от себя убрать все подозрения, что она там что-то делала и так далее. И все стрелки перевести на Скурлова. Что Ружников и сделал. Ну, понятно, но это... Он там написал правильно, но там не было правильного посыла. Кто это организовал и кто получил деньги за эту аферу? Вот этого не было. Сейчас вы это поняли. И второй, конечно, Ружников. Ружников же он себя мнит экспертом, но не знает просто многих элементарных вещей. Вы мне скажите, может быть, он хоть одну книгу написал по Фаберже? Может быть, где-то есть что-то про Фаберже? Но он не понимает предмета. Он просто не понимает. Вот он написал одно, дал в интервью другое. Потом ему попали материалы вот эти. Ну, они уже сейчас гуляют перед пресс-конференцией. Из-за метажа произошла как бы такая утечка. И вот все эти счета и так далее, они уже ушли. И сегодня он написал, быстренько посмотрел с утра и быстренько накропал там какой-то вообще невразумительный, что все это не то-то-то-то-то-то-то. Но он не понимает предмета. Он не понимает, как это ищется. Он не понимает, что все документы имеют свой номер. И это все можно легко в архивах проявить. Он этого не понимает. Так, ну, скомпрометировать кого-то это промежуточный шаг. А итоговая-то цель какая? Итоговая цель. Итоговая цель. Чтобы о нем заговорили. Как о эксперте, который раскрыл глаза миру на то, что происходит в Эрмитаже. Вот его итоговая цель. И последний вопрос. Какой процент вещей из ваших коллекций имеет исторические подтверждения? Я имею в виду, то есть, которые упоминались и описывались в каких-то счетах подобных тем, которые вы сегодня проводили, или каких-то письмах императорских? Ну, значит, я вам скажу так. В основном на вещах Фаберже ставились инвентарные номера. Не на всех. Ну, на большинстве, на 90% вещей стоят инвентарные номера. Значит, вот у нас в архиве, значит, описано, ну, 90 тысяч с хвостиком инвентарных номеров. У Скурлова, наверное, где-то 1110. Вот. Это то, что известно. И мы можем, вот, например, проходят торги. Я просто смотрю, там указанный инвентарный номер, я быстро раз смотрю, что это, где это дело, что это, подтверждено, не подтверждено. Вот. Значит, то есть с этой точки зрения практически все предметы, они подтверждены счетами. Просто не все счета мы достаем, если какой-то брелочек маленький с номером, ну, какой смысл нам? Это же, вы поймите, чтобы взять архивные материалы, это целое дело. Это не так просто. Вот. Например, Скурлов посвятил всю свою жизнь. Я посвятил архивам, вот когда писал эти книги, лет пять в своей жизни. Вот. Значит, если так, если бы это все было отцифровано у нас, зашел спокойно и получил, да, но ведь к многим делам и так далее, простой человек сейчас не имеет доступа, а многие дела еще и засекречены к тому же. Вот. Поэтому это, но из значимых вещей, из значимых, наверное, процентов 60-70 мы можем всегда подтвердить счетом. Спасибо. Еще у нас вопрос от издания «Коммерсанты». Покомментируйте, пожалуйста, факт, приведенный господином Ружниковым в своем открытом письме о том, что у миниатюр с портретами детей на юбилейном пасхальном яйце 1904 года есть конкретные фотографические прототипы. Так, портрет Марии Николаевны сделан с фотографией 1910 года. Вы только что убедительно доказали, что миниатюры были заменены в 1908 году. Никакой логической неувязки. То, что кабинет публикует фотографии, значит, это как раз говорит о том, вот смотрите, что такое кабинет его императорского величества. Это министерство императорского двора. Когда фотографируется, когда идет фотография, официально распространяется, проходило минимум 2-3 года, прежде чем собрать все согласования. Вот, значит, вот фотографируют, да, император должен утвердить. Это не так, что взял, сфотографировал Николай II, согласовано и все. То есть, та фотография, которая вышла в тираж, считайте, что это фотография. И там, кстати, написано на этой фотографии, на очень многих фотографиях, в каком году она была, не когда она выпущена, а в каком году она была сделана. Так что здесь никакой неувязки. И Ружников говорит, что это фотография 1910 года, абсолютная ложь. Абсолютная. Вы посмотрите, в 1910 году, сколько лет было великим княжнам, и сразу все станет ясно. Вы посмотрите на миниатюру и скажете, что уже взрослые девушки, а там еще они подростки. Вот и все. Поэтому вот ответ Ружникова, который он в попыхах составил, ему надо было составить хоть что-то. Вот и все. Спасибо, Александр Николаевич. Ну что, надо сказать, что почти детективный рассказ. Вот там, если убрать фамилии, то вообще прекрасное такое музейное повествование, музейные доклады происхождения. Не полностью вы дали мне рассказать. Для журналистов очень важно, какие яйца сейчас продаются и которые выдаются за императорскую. Ну, давайте это в другой раз как-то, потому что мне бы хотелось напомнить, что это у нас сегодня такое первое мероприятие, которое мы проводим. В рамках проведения выставки «Фаберджой ювелир императорского двора» у нас еще будут доклады и наших специалистов эрмитажных про эту выставку. Ну и, в общем, вообще, наверное, и мы надеемся, что всю программу, связанную и с этой выставкой, и со всеми другими, мы осуществим. Александр Николаевич, спасибо вам огромное еще раз. До новых встреч. Спасибо, что приехали. Спасибо. Очень жаль, что до конца мы не договорили. Так, даю вам документы для эрмитажа. Вот, можете журналистам, ну, посоветуйтесь, показывать это или нет. Спасибо. Спасибо.